Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, кстати, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Ребятки, машину забрали. Сегодня нужно сделать будет диагностику. Кто пропустил предыдущий выпуск, обязательно его посмотрите. Коль мы машину забрали, значит, нас ждут новые невероятные путешествия и приключения. А куда же без них? Сегодня наша задача будет, конечно же, переехать в кемпинг. До свидания к квартирам. Пересортировать всю машину перед дальним путешествием. И сегодня я хочу вас познакомить с нашим новым другом, который теперь будет с нами всегда путешествовать. Давно я о такой штуке мечтал, теперь она есть у нас. Не переключайтесь, обязательно смотрите все до конца. И перед просмотром выпуска обязательно подпишитесь на наш уютный телеграм-канал. Там ссылка будет в описании. Да и вообще в описании вы сможете найти все самые нужные, важные ссылки. Которые упростят ваше путешествие. От PDF-файла бесплатного до наших гайдов, до всех наших рекомендаций, которые мы рекомендуем. В общем, ребята, все там. Погнали в новый выпуск. Что, друзья, отправляемся в сервис. Для того, чтобы посмотреть, что у нас там повылазили все эти ошибки. Почему у машины все так. Надеюсь, вы соскучились по видосам из машины, когда мы катаемся, когда мы куда-то заезжаем и так далее и тому подобное. Нет, Тём, надо убирать. Надо эту штуку сейчас свернуть будет. Сейчас будем делать вместе с вами запуск. Сейчас только надо убрать сначала эту штуку аккуратненько, потому что она у нас на солнце, видите, как расслоилась. Вот эта штуковина. И вот это вот все очень-очень сильно сыпется. Надо, кстати, заехать вот эту вот херню новую купить, а эту психу выкинуть. Так, давайте пробовать. У нас новый аккумулятор, значит, завестись должна идеально. Запас хода, давайте. Ну, заводится с полпинка. Так, чек по-прежнему горит, спиральки пока не горят. Надо вот лампочку поправить. На самом деле она то горит, то не горит. Видимо, там заедает этот, как он называется, контакт какой-то. Ручки, кстати, смотрите, вот восстановились почти. Они такие липковатые, конечно, еще. Но, я думаю, восстановится, конечно, этот риндец. И руль тоже из-за солнца вообще конкретно выгорел. Да уж. Со мной едет Темка. Потому что я хочу папе помочь. Да, будет немножко мне помогать. Ладно, давайте. Вон, видишь, как сыпется, короче, с панели сейчас собираем. Жесть, поехали, Тема. Поехали, пап. Короче, машина вот сейчас едет достаточно бодро. Горит только чек. Спиральки, которые горели, они сейчас уже не горят. И машина нормально разгоняется. Вот как должна ехать, так и едет. Мне кажется, что вчера просто что-то... Ну, видимо, то, что застоялась она по этому. Потому что вот сейчас вот я газ ложу, и все. И она нормально, классно и достаточно круто разгоняется. Ну, в любом случае, заедем на диагностику. Я диагностики люблю. Пусть все посмотрят. Узнаем, сколько ТО. Я бы вообще и масло, конечно, поменял, и фильтрам поменял. Правда, нужно ли, пока непонятно. Так, ладно. Едем здесь вот. Прямо рядом с нами есть автосервис. Опа. Кто, кстати, не знает, в Турции сервисы, они все в одном месте. Все автомобильные магазины, все в одном месте. И получается, заезжаешь так огромно. Ну, сейчас, короче, покажу. Ой, это что такое? А, здесь трубопровод, наверное, прокладывают. Вот дело. Ага, ну да, трубы меняют. Уперлись мы в трактор, а дальше, короче, проезда нет. Надо теперь как-то искать, как проехать туда. Ой, дела. Ладно, сейчас попробуем вот эти дома как-нибудь там объехать. Может быть, нам там повезет. Что такое не везет и с чем его едят? Вообще, просто все перекопано. Мы вроде, вот он автосервис, вот они начинаются. Но мы туда попасть никак не можем. Блин. Тринец. Она здесь заехала. Это склады, это не совсем еще темный сервис. Значит, надо как-то ехать в объезд, что ли, через трассу заезжать. Все-таки мы добрались. Мы тут вот так вот по игровике проехали. Вот, видите, вот так это все выглядит. Огромная территория. И тут везде что-то продается. Нам желательно, конечно, идти какого-то электрика, да, чтобы он провел диагностику. Желательно это сделать в каком-то клубном сервисе фольксвагенов. Их здесь любят, такие машины, как у нас. Поэтому, я думаю, что-нибудь сейчас обязательно найдем. Вот так это выглядит. Видите, любой гараж себе выбираешь, короче, и загоняешь. Вот про что я говорил. Видите, вот здесь, например, обслуживают именно Мерседесы, именно бусы. Вот, их тут полный бокс, короче. Но вот еще и фольксваген крутит, чувак один стоит. Какая-то магия. Машины боятся сервисов. Мы только начали подключать. Заводим машину, чека уже нет. В итоге, в любом случае, решили подключить. Проверить, что и как. Ну, что, посмотрим. Какие ошибки выдаст. Диагностика показала, что с машиной все нормально. Мы скинули ошибки, которые словились, видимо, из-за смены аккумулятора. Плюс из-за того, что долго стояло. Ошибок сейчас нету. Пробуем запустить. Ну, все, ничего не горит. Приборка чистая. Он сказал, если вдруг еще раз загорится, приезжай, еще раз почитаем. Цена вопроса 100 лир. Что очень здорово, на самом деле. Вчера еще вечером заметил, что отвалился стоп-сигнал сверху. Я думал, где-то в таможне может быть. Точнее, по пути, когда мы из таможни ехали. В итоге начал смотреть кадры из таможни. Нет, его не было. В итоге сейчас вот заехали. Просто заклеил скотчем, чтобы влага туда не попадала и никак не влияла на проводку. Я думаю, на солнце его еще расплавит как следует. И будет нормально пока так. А в дальнейшем надо как можно быстрее заказать этот пластик. Вопрос, где? Может быть, кто-то знает, где? Напишите, пожалуйста. Вот когда главный вопрос решили по поводу вот этой машины, ошибок всех, теперь можно уже собирать вещи. И паковать тачку. Перед нашим далеким путешествием я сейчас прямо дома здесь ставлю станцию на зарядку. 69% у меня было, заряжают розетки от обычного тока, да. Пишет, что за 59 минут станция полностью зарядится. Все, чтобы у нас была 100% банка. Ну и учитывая, что у нас новенький аккумулятор, собственно, нам можно спокойно стоять 2 дня, 3 дня. И на том аккумуляторе и того неделю. Когда мы путешествуем на машине, естественно, очень важно оставаться автономным хотя бы сколько-то дней. У нас аккумулятор был так себе, мы стояли буквально 2 дня и все. Потом надо было даже нас прикуривать. Такие случаи тоже были. Я думал насчет нового аккумулятора, я думал поставить дополнительный аккумулятор и запараллелить. Посмотрел различные станции. И сейчас я хочу вас познакомить с станцией от компании Рома. Смотрите, какое чудо! Опа! 8 килограмм в моей руке. Вот такая вот штуковина. Конечно, сразу хочу обратить ваше внимание. Посмотрите на ее классный дизайн. Ну что-что, даже Настенка оценила и говорит, да, вот это класс. Смотрите, здесь вот это все прорезинироваем. Здесь также на ручке резинки стоят. Если ложишь, например, либо планшет, либо телефон побольше, чтобы он не скользил. Здесь также есть огромный плюс. Это то, что вот здесь стоят какие-то лютые вообще резинки. Даже с места не сдвинешь. Это станция Ромас РС1000. Есть РС500 и есть РС1500 ватт. По сути, в 1500 дополнительно еще есть одна розетка. Естественно, помощнее. Но это некая альтернатива, как говорится, цена-качество. Здесь у нас она включается. Здесь можно посмотреть заряд. Также здесь есть фонарика. В темное время суток сейчас протестируем. Соответственно, чтобы работало от прикуривателя, чтобы подключать USB, TPC и две розетки. Ну и здесь также питание, чтобы заряжаться. Можно заряжаться от сети, от прикуривателя и подключить солнечные панели. Солнечные панели у меня нету. Они такие же идут к ней. Такие стильные. Можно как дополнительную опцию подключить. На самом деле, я ее уже протестил. Тестил много раз и в домашних условиях и так далее и тому подобное. И сейчас, конечно, я хочу вам показать и продемонстрировать, как она со всем справляется. У нас, по сути, самое главное потребление – это телефоны, камера и компьютер. И постоянно, что должно быть включено – это наш автомобильный холодильник. Сейчас все покажу и все вам расскажу, как и что. Так, нам нужно собирать вещи. Кто за нами наблюдал давно, знаете, что, например, у нас постельное белье. Все из отеля. Нам ребята помогли. Здесь заезжали в квартиру. Здесь не было ничего вообще. Нам предоставили все постельное белье, подушки, одеяло и так далее и тому подобное. Ну, в смысле, пододеяльники, одеяло здесь не нужны. Очень сильно жарко, 43 градуса на улице. Нам сейчас нужно, естественно, здесь все сложить в чемодан. Но здесь нет ничего сложного. Просто, бэм, сюда надо все засунуть и все. Мы, значит, сразу поедем в кемпинг. В Орджбич Кемп, наш любимый кемпинг. Вот. И там, наверное, на день задержимся, потому что у нас будет полная уборка, полная переборка нашего автомобиля. Смотреть, как лучше, как размещаться, чтобы дальше уже двигаться, куда глаза глядят. Вот. Но в любом случае, вот эту всю историю нам нужно загружать в чемодан. По сути, мы сюда приезжали не с большим количеством. У нас так себе было. Вот она заряжается сейчас. Там у нее было 70, по-моему, процентов. Вот сейчас поставлю зарядиться, чтобы она была полная. Станция плюс новый аккумулятор. Это вообще very good, one love. В общем, все, что сейчас будем паковать, потихоньку, не спеша. Еще надо в машине это все так аккуратненько расставить. Но на самом деле нет смысла прям так аккуратненько все там расставлять, потому что мы до кемпинга доедем. Вообще все абсолютно выгрузим из машины. Сделаем там полное ПХД, как я делал, когда мы жили в даче, перед тем, как мы уехали оттуда в Аланию. Вот. И здесь примерно будет сейчас то же самое. Все промоем, помоем, машину намоем. Вот. И уже на чистой, хорошей, пересобранной машине уже будем двигаться куда-то. Наша станция заряжена. Скрываем шкаф. И весь этот бардак нужно убрать вот в этот бардак. Самое мое любимое занятие. Опа. Не прошло и двух минут, как я просто все отсюда с полок убрал вот сюда в чемодан. И еще у нас целое отдел остается. Но сюда мы, как говорится, в сумку, в сумке. И мы сюда уберем портфель и всякие книжки и всякую приблуду, короче. Тоже все сюда. По сути уже все собрано. Пойдем грузить все теперь в машину. Да, вот она волнаферская жизнь. И снова здравствуйте. Сейчас вам покажу немножко здесь. Здесь вообще бардак. Мы сейчас чисто грузим так, чтобы лишь бы все встало. Вот белье в там ботель закинуть, чемодан как-нибудь поставили. Типа это. Бог с ним, пусть пока будет так. Я хочу сейчас пока быстро протереть холодильник. Потом его в кемпинге надо будет, естественно, промыть. Вот, подключить его к нашей банке. Вот. Чтобы он охладился, потому что у нас съездят там в квартире немножко продукты. Протираю внутри, конечно, копец. Его надо будет хорошо прям со средством промыть, когда в кемпинг встанем. Так, сейчас хотя бы запустить его, проверить и довести продукты до кемпинга, которые у нас имеются. У нас на холодильнике две зарядки. Одна от прикуривателя, а вторая идет от розетки. В станции Ромос, в принципе, есть и прикуриватель, и розетка. Вот я хочу подключить именно к розетке. Так, подключаем в холодильник. Теперь подключаем сюда, в розетку. Включаем его и смотрим. Так. Включаем холодоз. Во, холодильник включился. Сейчас он нам покажет, сколько часов сможет работать холодильник от этой станции. Здесь тоже нужно настроить температуру. Так. Разблокировали. А, ну все, он здесь и стоит на 4 градуса. Экономный режим. Все, сейчас он будет набирать здесь температуру. Пока 44. Но это понятно, он сейчас на солнце стоит. Так, и вот с таким вот он проработает 114 часов. Просто обалдеть. Это, что получается, 5 суток, да? Вот, шикарно. Холодильник сейчас зашумел. Он нагоняет температуру. Из-за этого, естественно, употребляет большую мощность. И здесь пишет, что вот в таком постоянном режиме он поработает 19, ну 20 часов. То есть, по идее, по идее, ну вот 23. Вот пока он будет охлаждаться, он сейчас возьмет с максимум зарядки с этой штуковины. Но посмотрим, как он будет держать, когда будет полностью охлажденный. Мне кажется, еще минут 30 я грузил машину. В принципе, у нас все. Хочу холодильник посмотреть. Пишет, что 12 часов. 99% зарядки. А здесь у нас... А здесь у нас 6 градусов. Сейчас, чтобы было видно. Вот, видно, не видно, не знаю, 6 градусов. В принципе, вот он его охладил. Я еще включил максимальный все-таки режим охлаждения. И все достаточно быстро произошло. Сейчас, когда поедем, надо будет, конечно, переключить станцию, подключить к аккумулятору. Чтобы он автоматически заряжался. И тогда будет класс. Ну что же, все. Спасибо этому дому. Начинается наша ванлайперская жизнь. Мы переезжаем. Кемпинг. Сейчас все покажу, расскажу. В квартире, в которой мы жили, ребята, она продается. Можете Диме, например, написать. Оставлю там в описании. Она подходит под ВНЖ. Спокойно можно будет получить в Кемере и жить, наслаждаться. Комплекс премиум класса. Также на обзор квартиры. Я там ссылочку оставлю и на комплекс. Это самый шикарный комплекс в Кемере. Потому что здесь есть огромный бассейн, огромный детский бассейн, сауна, всякие тренажерные залы и так далее и подобное. Да, да, Мирошка одевает. Все, меня Мирошка зовет. Спасибо этой квартире, мы в путь. Все, мы выехали. Сейчас заедем еще в Натруленд, там ребятам тоже скажем до свидания. Главное, чтобы нам сейчас открыли здесь воротинку. Заехали мы всем сказать до свидания, а никого и нет. Значит, едем в отель отдавать постель и все, и двигаемся. Вот мы и начинаем делать первые километры наших, наконец-то, автомобильных путешествий. Да, Тема? Штурман мой готов? Да. Только жарко, да? Показывает 43,5 градуса. Это очень трындец. Но я думаю, что через недельку будет полегче. Мы вот видите, как VIP-гости, короче. Вот так вот прям сюда заезжаем. Вот так вот. Опа, вот так вот. Здравствуйте, Мироба. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в отеле Викинг? Да. В заселянии? Да. Уже надоело в машине? Да. Один день? Все. Кстати, я не стал подключать станцию к машине. Холодильник заряжается напрямую от банки. Посмотрим, вот сколько мы сейчас уже катаемся. Наверное, минут 40 точно. Посмотрим, сколько заряда уйдет с этой станции. Так, мы заехали в Мигрос возле кемпинга. Немножко подзатарились. Сейчас все это дело будем часть убирать сразу в холодильник. Так, вот, смотрите. Я не знаю, часа два, наверное, уже прошло. 8,6%. И про что я вам говорил, он нагнал уже температуру. И время работы 92 часа. Вот это я понимаю. Прикиньте, сколько времени мы можем автономно стоять благодаря этой станции. Блин. Ромас, огромное спасибо. Сейчас я вам еще дальше его буду тестировать. Вы просто обалдеете. Ну все, следующая станция кемпинг. Да, ребятки, кто за нами наблюдает, постоянно знает, куда мы едем и в какой кемпинг мы едем. Что это за дорога. И что это за дорога тоже знают. Конечно же. Борис Вич Кэмп. Да. Последний раз здесь были в октябре на своей машине. Да. Е-ху. О, здесь полный бассейн. Просто детворы. Артем, беги, открывай. Вот нашла к вам и вот тут набирай код. Шикарно. Заезжаем. Давай, пап, давай, давай. Димасик, даже спрашивать не буду. С воскресеньем тебя, Вячеслав. С воскресеньем. С воскресеньем. Привет, Дима. Привет. Сегодня же вроде пятница, да? Все правильно. Я же сказал, что мы сегодня приедем. Ты сказал воскресенье. Нет. Я сказал, завтра приедем. Ты что? Да? Проверяй. Ну, придется. Я тебя засуну туда, не в стенек. А, я припарковался и просто охренел. Посмотрите, где я стою. Просто, знаете, вот навесты, вот места для палаток. И мы тут. А знаете все почему? Вот так вот снимай YouTube, понимаете? Потом все едут. Все же едут. Вы посмотрите, как здесь все забито. 17 экипажей. И все из России. Наши зрители. Вы представляете, что творится? К нам уже подошли, говорят, привет. Смотри, сколько, говорите, контента навезли. И вот это я понимаю. И все с российскими номерами. Ребята, как это может быть? Наснимался, порекомендовал кемпинг. И все, теперь сам стою вот здесь вот. Да, пацаны? Где твоя кепка? Кепку одень. Ой, вот это да. Нам в любом случае нужно спать сегодня, понятное дело, в машине. Поэтому мы хотим, значит, достать стол. Ну, знаете, так вот немножечко это. А завтра мы уже переедем на какое-нибудь другое место. А пока, как говорится, сейчас что-нибудь здесь будем придумывать. Не понимают, за что хвататься. Настолько мы отвыкли. Отмечаем, как говорится, новоселье. Берем сейчас баночку. Откиреваем ее. Еще бы, знаете, здесь, короче, есть функция в Ромосе. Короче, телефон ложишь, и он заряжается. Сейчас продемонстрирую. Было бы так, что так банку пива ставишь, и она пополняется у тебя. Было бы прикольно. Кстати, когда мы вот путешествовали с палаткой, нам многие писали, типа, что вы не возьмете там, не поедете. Просто на самом деле в аренду брать ничего не охота. Потому что у нас все есть свое. Все новое. Все заточено для путешествий. И как бы пользоваться чужим, зачем это надо, правильно? Надо было просто немножечко потерпеть. Первым делом хотим сразу постирать. Это наша занавеска, которая вот сюда вот вешается. Плюс у нас есть чистое постельное белье, чтобы нам постелить. А вот здесь вот у нас... Опа! О! А я думал, у нас это. Нет, у нас здесь все без постели. А вот подушки у нас, по идее. Ну, прикольно. Короче, нужно часть сейчас вещей перестирать. О, кстати, хочу показать вам, прикиньте, смотрите. Стояло на жаре. И вот так вот краска начала слазить. Блин, как неприятно-то, а? Ну, казнатоки, подскажите, что нужно делать? Сразу... Сразу красить. Здесь вот везде у меня пленка, видите? Весь перед, чтобы ничего не отколачивалось. Тестируем еще один момент. Смотрите. Когда, например, ты включаешь его в сеть, в розетку, да? И он, естественно, дает, значит, ток нам на удлинитель, который вот он, да? Заряжается холодильник, естественно. И здесь пишет, что до финишной зарядки остался один час. 79% заряда. Что, считаю, вау. Что здесь еще, короче, что-то пишет? Я не особо шарю в этих значениях. Но в целом, видите, можно здесь еще компьютер сейчас запитать, еще что-нибудь запитать по красоте. И сюда поставить телефон. Кстати, здесь еще такая фишка есть. Это фонарики. Вечером будем тестировать. Посмотрим, как они светят. Это на дальность. А вот этот фонарик. Это ночник. Здорово. Конечно, мы сразу приехали дороги. Здорово. Мироба, мироба. Мироба. Кирчик, здорово. Все, она переобулась. Стоять! Кира, давай переобуйся сначала. Так живем. Красота. А где он там, кстати? Смотри, я веду учебу. Да, нам все равно. Здорово. Привет. Вся в дела. Ты что, учитель? Короче, я выйду через пару часов из машины. Я показываю людям, как делать дебила. Представляешь себе? Все понятно. Иди в машину. Еще у нас есть основной момент. Нам нужно разобрать этот модуль. Вообще, в будущем я хочу модуль переделать. Сделать его потолще. Из фанеры, точнее, потолще. И здесь сделать кучу различных выкатных ящиков. То есть, этот я делал наскоряк. Вообще, на Волоке, когда мы отдыхали. Во, видите? Не совсем удобно, что бац-бац. Все вываливается. Здесь нужно как бы либо ящиками все ставить, либо что? Не знаю. Да, наш робот-пылесос. Тут, короче, вообще куча всего. Нужно сейчас все это выгрузить и разбирать. Юлечка, если ты смотришь, это твой подарочек. Вот мы его сохранили. Я все хотел металл. Металл на металл сдать. Настенка не дала. В трудные времена это сделать. Вообще, мы сохранили эту штуку. Сейчас мы где-нибудь его обязательно повесим. В нашей маленькой машинке, точнее, в нашем маленьком домике будет обязательно висеть вот такая вот твоя штучка. Пока положим сюда. Пусть здесь лежит. Вот она, вот она. Ничего не выкинули. Ничего не перепродали. Мирошка счастлив больше всех. Мы ему набрали наш бассейн. Да, Мирошка, как у тебя дела? Ладно, не будет там цензура. Подошли к нам еще ребята. Я не знаю, если получится. Я всех поснимаю. Всем познакомлю. Вот. Вот такая вот большая просто орава. Все нас смотрят. Это, блин, это вообще просто невероятно классно. Я продолжаю здесь наводить порядок. У нас там стирается первая стирка. Хочу вот успеть досушить. Но судя по тому, что солнце уже почти зашло, мне кажется, у нас ни хрена не получится. Я уже даже думаю, может быть, палатку просто кинуть, а завтра уже, типа, переедем и уже будем раскладываться. Короче, пока не знаю. По пятницам в этом кемпинге всегда Дима и Кристина готовят что-то интересное. То бургеры, то там какое-то мясо на огне. Сегодня они готовят латвийский борщ. Сейчас покажу. Здесь такая зона чила. Здесь и тусят барчик, пиво. Это Влад. Влад ест. Как всегда, Влад, ты поел? Так. Ну, а здесь и готовка. Блин, я, правда, хотел поснимать готовку. А, ну вот. Картошка уже варится. Вот так вот. Ух, наелся? На тебе. А теперь докажи, что ты так в туалет не ходил. Понял? Все свершилось сегодня, потому что Дима сказал, что ребята, которые забронировали первые два места, они не приедут. Говорит, Славян, давай переезжай. Поэтому сейчас мы быстро все обратно так загрузим. И все, и переезжаем. Нашим легче, как говорится. Вот так вот все, что делается, все к лучшему. Переезд уже по фару, но такой по кайфу. Теперь мы стоим, как караванеры. Вот так вот. Пойдемте, что покажу. Дима здесь сделал подводку. То есть, здесь, если паркуешься, у тебя всегда есть электричество, есть подсветка, есть вода. Все, что нужно для дома и перегородки, если нужно, расшториться, расшторился. Блин, красота вообще. Только катафотки не хватает. Где-то мы ее пропукали. Пока мы здесь разгребаемся, ребята, хочу вам еще включить кадры, как я станцию Ромас тестировал в домашних условиях. Ну, типа, знаете, а что если отключат свет? Вот посмотрите. Эта станция поможет вам не только в путешествиях, когда вы ездите по каким-то местам и всегда будете оставаться с электричеством. Так она вам еще и поможет, когда дома отключают свет на определенное время, и вы сможете остаться также не без электричества. У нас в машине так много приборов, которые можно подключить. А вот в быту, коль сейчас мы живем на прекрасной вилле, здесь достаточно приборов. И я хочу протестировать эту станцию на обычные бытовые приборы, которые находятся почти у каждого человека дома. Давайте попробуем. Сейчас станция заряжена на 100%. Напомню, что станция на 1000 ватт, модель Ромас РС 1000. Попробовать хочу изначально чайник. Чайник, конечно, потребляет очень много электричества. Я не уверен, что она вывезет. Но давайте попробуем. Ну что, пробуем? Ага, смотрите. Пошли, значит, показания на напряжение. И с чайником она может проработать 47 минут, 1103 ватта. Сейчас посмотрим, закипит ли он. Воды я налил сюда пол-литра. В станции сразу включились вентиляторы, так как мощное потребление. Ну и чайник, собственно, начинает работать. И я приятно удивлен. 1% заряда ушел. Чайник отключился и закипел. Соответственно, сразу у нас на приборе изменились данные. 143 часа показывает. Потребления нету. Чайник меня удивил. Соответственно, если вдруг у вас отключают в свет дома, то станция вас спасет. Без чая точно не останетесь. 7% от зарядки ушло, чтобы вскипятить пол-литра воды. Шикарно. Мы немножко переехали, потому что я хочу проверить микроволновку. И теперь попробуем просто включить на 30 секунд, да, что-либо подогреть. Надеюсь, прибор справится. Справится. Смотрим. И нажимаем. 30 секунд. 30 секунд. И нажимаем старт. Воу. Так. 41 минута, 50 минут. Загудел он. Сработали в вентиляторе. 1047, 1041 ватт, 38 ватт, 92 процента зарядки. Сразу пишет. Посмотрим, сумеем ли мы что-то подогреть. Осталось 9 секунд, 7 секунд, 6. Великолепно. То есть, смотрите, микроволновку прибор вывозит. Пожалуйста. Также на Вилле есть кофемашина, поэтому ее сейчас тоже протестируем. Все аналогично вставляем сюда. Все запищало. И пустим просто, например, свободный пролив. И нажать пуск. И вода сейчас должна протекать. Включился прибор. Слышите, загудел. Сразу же с 91 процент у нас на 90. И потребление 679 ватт. Ну, по сути, это меньше, чем чайник. Вот, кофемашина зашумела. И вода начала потихоньку капать. Сейчас посмотрим, сколько процентов съест. Я налил воды на одну кружку. На приборе, смотрите, уже 89 процентов. Ну, я думаю, процента 4-5 сейчас израсходуются у нас батарейки. То есть, чайник погрели, еду погрели, кофе приготовили. И батарейка у нас вот, пожалуйста. Все, вода набежала. 89, получается 2 процента зарядки у нас израсходовалось. Класс. В этом шкафу у нас есть кое-что. Это пылесос. Вот, представляете? Я не знаю, справится ли прибор, но давайте вместе с вами протестируем. Ну что, пробуем, запускаем. Так, включаем пылесос. Обращу внимание, сразу включим на максимум, чтобы уж наверняка... Потребление 570 проработает он полтора часа. То есть, за полтора часа мы сможем убрать спокойно всю виллу. Вообще спокойно. Если вдруг без света, нужна срочная уборка. Вот, все работает от нашей наикрутейшей станции. Пожалуйста. Супер. А еще этой станции хочется очень проверить фен. Фен я тоже знаю, как и чайник. Потребляет очень много. И мне очень интересно, вывезет ли станция фен. Давайте смотреть. Все то же самое. Включаем розетку. Включаем станцию. Так, раз режим, два режим. Есть вот такие режимы. Так, у нас 87% на приборе. Так, хлопс, включили. Давайте пробуем. Включаем первую передачу. Один час тридцать минут он может работать с феном. 635 ватт. Включаем вторую передачу. Все. На второй он работать не может. Вторую он не вывез. Но что хочу сказать. Если вам экстренно нужен фен, то на первой передаче, вот еще раз, спокойно на протяжении, на протяжении 6 часов холодного воздуха, вы сможете посушить голову. Либо включить горячую, и тогда 1 час 30 минут кипяточка. Ну, неплохо. И последний тест-драйв в домашних условиях. Я хочу протестировать, как будет работать телевизор при помощи этой станции. Представьте, что вы смотрите наши выпуски. И тут просто на самом интересном месте бах, и вырубается дома свет. Конечно же, вы хотите досмотреть, и сейчас будем пробовать досмотреть. Значит, вырубаем телек и вставляем в нашу станцию. Естественно, запускаем, включаем и проверяем. Ну-ка, родик, отходи. Так. Если телевизор не включен, он проработает... Ой, пока пишет 125 часов. Вот так вот, если ничего не трогать, 125 часов будет работать. Запускаем телек. Включается. И... Так. Потребление 139 ватт. Пишет, что проработает 6 часов 10 минут. Так, ну сейчас попробуем все-таки включить, чтобы в рабочем прям режиме все это делалось. И досматриваем, конечно же, выпуск, на котором вас прервали. Все, заметьте, вот, телевизор работает от станции. Вот так вот, сейчас он сможет проработать почти 6 часов. Вот, смотрите. Ну, шикарно, ну, шикарно. Все, если вдруг у вас выключили свет, и вам нужно срочно электричество, то с этой станцией вы не будете ломать голову, что же делать. Причем она бесшумная. Это ни разу не какие-то там бензиновые генераторы. Это современные технологии от компании Romas. Ребятки, что я хочу вам сказать. Станция просто пушка. Я уверен, что многие из вас, так же, как и я, подбирают для себя такую станцию. Поэтому я вам рекомендую ничего уже не выбирать. Я все протестировал и четко даю вам понять, что это прям топ. Как и внешне, так и внутри. Ссылку на эту станцию я оставлю там в описании. Переходите, заказывайтесь. У них мгновенная доставка по России. Также есть отправка в другие страны. И самое, что важно, упакована эта станция так хорошо, что мне ее в Турцию привезли наши друзья. Маша, Зима, вам огромное спасибо еще раз. Без коробки, потому что они так заморочились с упаковкой. Там куча пенопласта, чтобы станция приходила в любую точку мира в идеальном состоянии. Живете в другой стране, не переживайте, все к вам приедет в идеальном состоянии. Ребята, ссылка там. Пользуйтесь и путешествуйте с удовольствием. Разбираю ящик. Как у нас здесь, видите, огромное количество старой посуды. Например, вот кружки, которые нам нафиг не нужны. Вот у нас сейчас есть другие. У нас здесь новые кастрюли, поэтому старые нам кастрюли тоже не нужны. Я думаю, все, что нам не нужно, мы сюда составим. Я даже нашел здесь еду, понимаете? Вот у нас есть кетчуп турецкий. Но я думаю, что ему уже хана. Даже соевый соус есть, но я думаю, ему тоже хана. Мы, кстати, его использовали как толкушку, когда пюреху хотелось, а толканки нету. Мы, кстати, сегодня еще купили себе большую сковородку. Я такой думаю, блин, а как же крышка? А у нас, оказывается, есть так-то крышка от старой сковородки, и она подходит. Так что мы спасены. Я решил вытащить все это дело. Блин, идеально, конечно, покрасить, обжечь и покрасить. Но у нас ничего нету, и я хочу вообще смазать вот эти штуки. У меня есть специальная штуковина такая. Сейчас покажу. Такая белая краска, идеальная для каких-то замков. Для таких вот... А, вот она. О, смазка белая. Петель и замков. Ну что, ребятки, у нас уже закат. Я сейчас еще постелюсь. Я устал нереально вообще еще кушать охота. Вот. Покажу, как сейчас мы постелимся. Возможно, кто-то из вас уже забыл вообще, как это все происходит. Как мы здесь спим. Все покажу, расскажу. И закруглять буду выпуск. Сейчас. Буквально 10 минут, и я, короче, здесь уже постелю. Кто соскучился по нашей огромнейшей кровати, вот, пожалуйста. Покажу замкнуть. Да, здесь спят все. Я сплю вот так. В дальнейшем планирую немножко переделать. Сегодня общался с нашими зрителями. У них-то четвертый. Вот. Он там рассказывал, как у него все это дело сделано. Но у нас пока так. Вот. Посмотрим, как дальше будет. Вот сюда Билуч влазит. Сюда убирается один чемодан, сюда второй. В общем, ладно. Завтра будет еще полнейшая перестройка. А пока отправимся кушать. Там большая тусовка. Я устал очень-очень сильно. У меня такое ощущение, что я вообще последний в этой тусовке иду есть. Потому что все ребята, видите, все уже ушли кушать борщец. Тема, ты поел? Понятно. Наелся? Здорово. Здорово. Вон, целая банда пацанов. Сейчас посмотрим, как здесь тусовка. О-о-о-о. Вот это, да. Так, а где мои? Вот с этой стороны показать всю атмосферу движника будет лучше. Так, всем приятного аппетита, да? Мироша, я уже здесь. Где Мироша? Короче, понятно. Дима со своей командой приготовил наивкуснейший латвийский борщ. Короче, смысл этого борща заключается в том, что плюс-минус то же самое, но он еще и холодный. И летом как окрошка. Иди сюда, пожалеем. Все, ребятки, на этой ноте говорю вам пока, до нового выпуска. Все нужные важные ссылки есть там в описании.